Продолжение следует... Богатство. В главных ролях Венот Ханна, Зинат Аман, Сарика Радж Бабар, Шри Рам Лагу, а также Девин Верма и Амджад Хан. Автор сценария Викас Виджай. Автор сценария Викас Виджай. Автор сценария Викас Виджай. Автор сценарий Викас Виджай. Твой удар. Да. Прекрасно. Почему бы не поймать Ганшама так же, как ты загоняешь шар в лузу? Джозеф, мы уже шесть месяцев пытаемся. Я никак не могу понять, почему он не идет ко мне в руки. Хватит говорить, как размазня. Гошам должен нам подчиниться. Как только он попадет к нам в сети, он будет печатать деньги не для правительства, а для нас. И мы станем очень богаты. Он получает 12 сотен в месяц, а мы будем платить ему 12 тысяч. Однажды он попадет к нам, как шар попадает в лузу. Завтра Дивали? Да. А играть на Дивали в карты хорошая примета. Именно. Возьмем его завтра с собой в казино, твоего друга Рагу. А дальше? А что будет дальше, увидишь. Не так ли, Бихари? Возьми, Шушил. А это тебе, Чанда. Осторожно. А каков он огонь? Он такой же, как моя Чанда. Он такой же слепой? Когда-нибудь ты будешь видеть. Я вырасту, стану врачом и вылечу глаза моей сестренке. А я принесу целый ящик огней, и Чанда их все зажжет. Правда, брат? Точно. Вы тут жгите бенгальские огни, а я запущу ракеты. Чанда! Рави! Что случилось? Вопросы потом. Принеси крем. Что с моим братом? Что случилось? Рави? Он закрывал свою сестру и получил ожог. Этот след, словно ракхи, останется на руке на всю жизнь. Я позову врача. Не надо. У смелых родителей отважный сын. Это ему-то плохо. Иди сюда. Иди. Дядя, большая пчела на твоей шее никогда не улетает. Смотри, сестра, он только что обжегся, а еще шутит. Принял мою родинку за пчелу. Садись, Рамбур. Будем? Хотелось бы. Но... Кстати, сестра, скажи мне одну вещь. Да, в чем дело? Надевали дети, играют с огнями. А что делают взрослые? Едят сладости. А потом? Показывают детям огни. А потом? Ты намекаешь, что они играют в карты. Да. Как ты догадалась? Сегодня есть и повод, и время. А играть в карты на дивале – очень хорошая примета. Хорошо. Идите, играйте. Если ты согласна, мы пойдем. Это я согласна. Это я подавала знаки Шамбу. Какие знаки? Разве это знаки? Знаки – это то, что ты мне подавала перед свадьбой. Идите. Пока я не передумала. Я пошел. Пойдем. Возвращайтесь скорее. Обязательно. Мама. Папа печатает деньги для правительства. А в самом доме нет денег. Почему бы не напечатать немного для себя? Безумный. А еще раз услышу что-то подобное, накажу. Ты хочешь, чтобы твой отец стал вором? Разве я вас такому учила? Запомните. Если кто-нибудь из вас украдет или возьмет чужое, я наложу на себя руки. Я этого не переживу. Ганшам, из любви к жене и детям ты нас нищими сделаешь. Ты выиграл. Мы попали в переплет. Ты сдаешь, Рагу. Начнем игру. Ставлю сто рупий. Правда? Вот еще. Подтверждаю. Ставлю двести вслепую. Хорошо. Что ты стоишь? Ваши сигареты, господин. Пошел вон. Ставлю восемьсот рупий. Хорошо. Я тоже сделаю ставку. Тысячу шестьсот рупий. У меня нет денег. Вот у меня немного. Нет денег? В чем же проблема? Дома есть красавица-жена. Даже панда выделили жену. Ганшам! А что я сказал? Просто сделал предложение. Сейчас поймешь. Прекрати! Что в этом такого? Он утонул. Ты его убил. Убийство в моем заведении. Полиция! Рави! Рави! Такого не может быть. Я видел своими глазами. Он побежал на вокзал. Не волнуйся, мама. Я его верну. Папа! Папа! Что случилось, сынок? Стой! Поезд уже пошел. Пойдем со мной. Займите ваши места. Откуда ты, мальчик? У меня нет билета. Нет билета. Если нет билета, то... Не волнуйся. Я куплю тебе билет. Сынок, возьми этот чемоданчик. Остальные вещи я сам вынесу. Да, возьми свой билет. Папа! 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 Папа, подожди! Алмазы? Откуда они? Не знаю. Они не мои. А чьи? Говори, кто их тебе дал. Просто мужчина, попутчик. Такой молодой уже врешь. Ты пойдешь со мной. Господин инспектор! Молчать. Я вас умоляю, одну секунду. Отпустите меня. Если мой отец уйдет, я больше его никогда не увижу. Господин инспектор! Я и веду тебя к отцу. Ты что, не видишь? Вперед! Папа! Папа! Вот он! Я из другого города. За мной гонятся в той машине. Полиция? Да. Вы скажете, что сделали. Я потом все расскажу. Сначала укройте меня. Хорошо. Прячьтесь. Молодцы, ребята, молодцы. Вы здорово сыграли свою роль. Снимайте полицейскую форму, а то, если настоящие полицейские увидят, будут неприятности. Мама, куда мы едем? Куда приведет нас судьба? Мам, когда мы встретимся с отцом муравьи? Если бы я знала, мы бы не мыкались, как бездомные. Остановите машину. Ее сейчас вырвет. Что с вами? Вы не видите? Ей плохо. Выпейте воды. Мы выйдем. Мам, я хочу писать. Хорошо. Сынок, посиди здесь. Мы сейчас придем. Пойдем. Шушил! Мама! Мама! Шушил! Остановите машину! Шушил, сынок! Сынок! Дорогой! Мама! 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 Что у тебя? Я просил всех в округе, но о матери мальчика никто ничего не знает. Хорошо. Вы свободны. Есть. Аллах должен смилостивиться над ним. Он так много плачет. Я тебя кое о чем попрошу. Можно? Говори. Не знаю почему, но мне кажется, что это только мой ребенок. Почему бы нам его не усыновить? А если объявится его мать? Я тоже женщина, а не зверь. Если придет его мать и попросит его вернуть, я его отдам родной матери. Смотри. Я не вынесу твои слезы. Так что пусть будет так, как ты хочешь. С сегодняшнего дня Шушил будет нашим сыном. Скрываться нет смысла. Прояви мужество. Чтобы оставаться живым, приходится иногда играть. Смотри на меня. Я не хромой. Усы и борода тоже не настоящие. И зовут меня Нитри Пати. Мое имя Джозеф. Джозеф. Если мы подружимся, я дам тебе новую жизнь. Чем мне придется заниматься? Тем же, чем ты занимался до этого. Ты печатал деньги для правительства. Теперь будешь печатать для меня. Нет. Я не буду заниматься этим грязным делом. А убивать – это достойное занятие. Ганшам, ты стоишь между жизнью и смертью. На одной стороне жизнь, на другой смерть. Решение придется принимать в любом случае. Если останешься жив, то когда-нибудь встретишь жену и детей. Если у тебя будут деньги, то ты сможешь купить все радости мира. Все в мире решают деньги, Ганшам. Деньги. Если же тебе не интересны ни деньги, ни жена, ни дети, скажи мне, и я сам отведу тебя в участок. Нет, я не хочу умирать. Я сделаю все, что вы скажете. Отлично. Это то, чего я... Сегодня Ганшам умер. И родился Викрамсинг. Викрамсинг? Ты будешь жить, как Раджа. А умрешь, как король королей. Парень, ты умеешь делать мебель? Да. Где тебя этому научили? В тюрьме. В тюрьме? Но я ничего не крал. Если ты ничего не крал, как же ты туда попал? А ну-ка, пошел отсюда. Я же тебе говорил, больше не пытаться. Сколько еще пинков ты хочешь получить? Того, кто хоть раз был в тюрьме, всю жизнь считают вором. Спасибо, Мурли. Все в порядке. Что думают люди? То и есть правда. Но запомни одно. Того, кто разлучил меня с матерью, отцом, братом и сестрой, Того, кто оставил меня жить одного в этом мире, я никогда не оставлю в покое. И однажды он поплатится за это. Круто! Какой большой окурок! Какой человек? Торрект! Ну? И ты! Что ты на меня так уставился? Что ты увидел? Ничего не увидел, зато услышал. Как вы хорошо поёте? Ваши родители работали в опере? Что ты несёшь? Я говорю, что ты хорошо поёшь, лысый. Ты бродяга. Бродяга твой отец. Остановите мальчика, у него мой кейс. Ловите его. Полиция! Я разорён. КОНЕЦ Такот? Это всего лишь такот за ним. КОНЕЦ 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 Инспектор? Сэр, я знаю, что вы сюда не просто так пришли, но в такое время. Который час? Два ночи. Ладно. Что случилось? Простите, что беспокоен, но у меня важное дело, в ваш дом вбежал вор по кличке Такот. Ну и что с того, что он вбежал? Как его зовут? Такот. В этом доме нет никакого Такота. Мы только проверяем. В два часа ночи? У вас есть ордер на обыск? Что ты говоришь, Мурли? Мы должны всегда помогать полиции, она нас охраняет. Пожалуйста, инспектор, Мурли вам всё покажет. Нет, я боюсь, это опасно. Но ведь с тобой инспектор. От этого ещё страшнее. Когда инспектор побежит за Такотом, он может помять морковь. А я за ней ухаживал. Это всё чушь. Нет, не чушь. Я не буду. Инспектор, Мурли вам всё покажет. Спасибо. Что ты выделывался? Что? Господин Кунвар? Вы были правы. Сложно попасть внутрь через закрытые окна и двери. Скорее всего, он бежал в соседний домик. Кажется, вы правы. В любом случае, мы проверим. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот результат предприятия. Он, как и я, не видит. Когда-нибудь ты будешь видеть. Я вырасту, стану врачом и вылечу глаза моей сестрёнке. Я уже посмотрел этот мир, Чанда. Если ты ещё слепа, пусть Бог отдаст тебе мои глаза. Слепая? Уходи отсюда. Где твоя мать? Радхия? Госпожа. Моя мать зовут не Радхия, а Радхика. Заткнись. Бог взял у тебя зрение, а я вырву твой язык. Что случилось? Что она сделала, госпожа? Она ничего не сделала. Во всём виновата ты. Зачем ты её послала сюда? Вымыть пол. Вымыть пол? Или чтобы выжить меня отсюда? Ты посылаешь её, чтобы я осталась без мужа? Госпожа. Вы это говорите о моей слепой дочери? Я не хочу тебя больше слушать. Возьми 500 рублей за работу, и чтоб я больше вас не видела. Простите нас. Не лишайте нас своей милости. Вы сами уйдёте или придётся применить силу? Пойдём отсюда, мама. Пойдём. Пойдём. Кто вы? Как вы сюда попали? Уходите, а то я позову полицию. Вам известно, что здесь живёт полицейский. Я буду кричать. Помогите. Помогите. Что вы кричите? Какой-то проходимец залез в мою комнату. Спасите меня. Спасите. Он вас не спасёт, да вам и не нужно бояться. Жена. Ты его разве не узнала? Смотри. Видишь? Шушил. Сынок. Как ты меня напугал. Вы двое меня когда-нибудь убьёте. Да будет тебе известно, что твой сын ждал полицейские экзамены. И он теперь инспектор криминального отдела. Что ты делаешь? Хочу получить благословение. Вставай, вставай. Отпусти его ухо. Что ты делаешь? Помолись Богу, чтобы он избавил тебя от трудной работы. Ты испортил мой удар. Очень больно. Нет, всё в порядке. Дурак. Полез на поле. Не дурак, а весь них счастье. Я принёс для тебя новости. Хорошо. Через пару дней в дом Сета прибудут бриллианты стоимостью 20 миллионов. Ты изучил план дома? Изучил, но есть одна проблема. Мне кажется, в него трудно проникнуть. У него есть дети, с которыми мы могли бы подружиться. У него нет детей, он никогда не был женат. Но у него есть племянница, которая выступает по радио и работает в музыкальной школе. Смотрите, убили несчастного. Спасите. Спасите. Вы что бросаетесь под машину? Не видите, куда идёте? Он слепой. А у вас что, глаза не на том месте? Нет, нет, нет. Ничего, ничего, не ругайте её, это моя вина. Простите. Господин Сурдас, вы не пострадали? Всё в порядке? Господин Четла Прасад. Да, я просто продавал на улице орехи. Если вы хотели перейти улицу, позвали бы меня. Садитесь вот сюда. Что такое? Горячо. А где моя палочка? Вот, вот она, возьмите. Держите. Спасибо. Куда вы шли? В музыкальную школу. Хотел услышать госпожу Гитадеви. Вы её знаете? Да, знаю. Я услышал её божественный голос по радио и очень захотел познакомиться. Если она позволит, я проведу остаток жизни в её школе. Это мечта всей моей жизни. Пойдёмте, господин Сурдас, я вас туда провожу. Пойдёмте. Постойте. Вам нужна именно я. Госпожа, зачем вы обманываете слепого человека? Я говорю правду. Это я, Гитадеви. Всевышний, спасибо за твою милость, что ты дал мне её встретить. Госпожа, где ваши ноги? Я прикоснусь к ним. Нет, 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 нет. Выше, вот. Господин Сурдас, я как раз еду в школу. Поехали со мной. Спасибо, госпожа. Как же мне везёт. Сегодня мы точно завершим дело. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Гита, привет. Все сюда. Это новый член школы, господин Сурдас. Здравствуйте. Он очень любит музыку. Нет, госпожа, я не люблю музыку. Я на неё молюсь. Днём и ночью, чтобы я не делал, музыка освещает мне путь, словно луна в ночи. Надо же, какие слова. Пойдёмте. Да. Это значит, что вы хорошо поёте? Может быть хорошо, может и плохо. Об этом можно судить, только послушав меня. А на каких инструментах вы играете? На всём, что бы вы не пожелали. На ситаре, саранге. А на табле вы играете? Табло тоже умею, но мне нужен круг. Пойдёмте. Садитесь, пожалуйста. Мастер. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потрясающе! Вы очень хорошо играете. Если вы довольны, то я рад. Вы очень талантливы. А кроме музыки, чем вы интересуетесь? Да, я интересуюсь. Чем же? Бог лишил меня зрения, но оставил мне слух. Услышав вас, я представил, как вы выглядите. Хорошо, тогда опишите меня. Пожалуйста, подойдите поближе. Хорошо, подошла. Расскажите, какая я? Синие глаза. Словно бирюза. Фигурка классная. Щечки красные. А теперь вы. Господин Сурдас, скажите, пожалуйста. Мне кажется, что он притворяется. Это обман. Хорошо. Вот что мы сделаем. Подведем его к обрыву, и тогда узнаем всю правду. Мы его проверим. Пойдем. Пойдем. Извините, госпожа, я пойду. Господин Сурдас, вы не можете нас так покинуть. Пойдемте пить чай. Но мне нужно идти. Вам все-таки придется выпить чаю. Пойдемте. Сурдас, куда бы ты ни пошел, назад или вперед, ты все равно покойник. А где комната? Господин Сурдас, вы шли в правильном направлении. Впереди много комнат. Не волнуйтесь, господин Сурдас. Мы вместе с вами. Идите. Поднимайтесь, господин Сурдас. Не бойтесь, мы вас вытащим. Осторожно. Поднимайтесь. Боже мой, вы порезались. Матху принеси аптечку, господин Сурдас. Вы по голосу описывали всех девушек, поэтому мы подумали, что вы только притворяетесь слепым. Простите нас. Что вы, мне повезло, что я прошел ваше испытание. Матху, быстрее неси лекарства. Будет немного больно. Ничего страшного. Поболит и успокоится. Я хочу, чтобы вы стали моим учителем и удовлетворили мою жажду в этом океане музыки. Если вы позволите, с завтрашнего дня я буду приходить сюда каждый день. Нет, нет, только не завтра. Завтра школа будет закрыта, потому что у меня день рождения. День рождения? С днем рождения! С днем рождения, Гитадеви! Всем спасибо! Это вы, господин Сурдас? Я пришел поздравить вас с днем рождения. Мне очень приятно, спасибо. Меня никто не приглашал, но я очень хотел вас увидеть. Я очень рада, что вы пришли. Я как-то забыла вас пригласить. Ничего страшного. Я сочинил для вас стихотворение по этому важному случаю. Хотите, я его прочитаю? Конечно. Зачем же вы спрашиваете разрешение, чтобы сделать такую хорошую вещь? Тогда слушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Моё богатство! Где... где мой ключ? Доброе утро! Заткнись, осёл! Я уничтожен! Я уничтожен! Что случилось, дядя? Меня ограбили, а ты спрашиваешь, что случилось? Смотри! И сюда смотри! Я лишился всех драгоценностей! Всех алмазов! Это был не Сурдас, это был Така! Смотри! А этот? Гляди-ка, настоящий! Ты из меня невесту делаешь! Хорошо! Мы планировали ограбить Сета Дорамдеса, но как же тебе удалось стянуть Сари с его племянницы? Дурак! Элиф спал в её комнате, я взял её Сари на память! И ещё её фотографию! Господин инспектор, я президент Союза ювелиров! Наш Союз зарабатывает валюту для страны! Мы платим повышенные налоги, но до сих пор ни наша жизнь, ни наше дело не застрахованы! Что вы делаете, чтобы поймать Таката? Доверьтесь нам, полиция не сидит, сложа руки! Почему же вы его не арестовали? Но мы... Господин инспектор, меня ограбили и обанкротили! Князь... И вы здесь? Всё в порядке? До вчерашнего дня всё было в порядке, но сегодня я стал нищим! Что произошло? Смотрите на чек! Я приобрёл за границей алмазов на три с половиной миллиона! На три с половиной миллиона! Ещё вчера они были готовы, но ночью меня ограбили! В пустой коробке была записка, их украл Такат! Что со мной будет? Спасибо! Вы написали заявление? Для этого я и пришёл! А что вы делали, когда была совершена кража? Сейчас всё расскажу! Я спал, но вдруг проснулся и увидел, что вор вытаскивает алмазы из сейфа! Я тут же вскочил, но он отбросил меня на землю и начал избивать! И тут отрубился от ударов! Кто? Кто, как не я, несчастный! Я разорён, господин инспектор! Кто же такой? Чёрт возьми, это Такат! Крепитесь, князь! Мы скоро поймаем Таката! Мы также приложим все усилия, чтобы вернуть всё похищенное! А что будет со мной? Спасибо! Что ты, как женщина, целый день ревёшь? Прекрати и слушай меня! В течение месяца мне нужны банкноты на сумму 500 миллионов рупий! Это очень важно и срочно! Ясно? Напечатаю! Обязательно! Я же твой пёс! Свежие новости! Свежие новости! Я же твой пёс! 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 А у неё кто скажет, когда придёт сознание... Всё! Оставайтесь в городской больнице! Я сейчас приеду! Какой номер комнаты? 9! 1 этаж! Хорошо. 9, 1 этаж! Я всё запомнил! Среди нас завёлся предатель! Подлец! Я его не оставлю в живых! Я уничтожу всю его семью! Азат! иди к тете приведи его ко мне во что бы то ни стало тетушка вы здесь я пришла по делу это азат ты пойдешь с ним это очень важное задание жди меня здесь я принесу носилки понял а Продолжение следует... Что вы делаете? Куда поехала машина? Оставьте меня! Ты кто? Говорю тебе, оставь меня! Подлец, ты никуда не уйдёшь! Не кричи! Я не подлец! Я вот кто! Полиция? Да, полиция! Ты попалась в ловушку! Говори, кто тебя прислал! Говори! Простите меня! Я не виновата! Простите меня! Простите, пожалуйста! Я не люблю бить девушек! Я этого не делаю! Если ты мне скажешь всю правду, кто тебя прислал, я не буду тебя бить! Я говорю правду, я ничего не знаю! Ты опять лжёшь! Ты предаёшь Родину! Клянусь Богом! Я не знаю никого из этой банды! Меня просто попросили вытащить одного человека из лап полиции, пока он лежал в больнице! Вот и всё! Кто тебя попросил? Моя тётя! Значит, твоя тётя может вывести нас на эту шайку! Тётушка! Почему вы молчите? Тётя! Нет, тётя! Нет! Нет! Инспектор! Узнаёшь кого-нибудь на фотографии? Да! Это мой папа! Это мама! А на коленках у отца я! А где теперь твой отец? Где он? Он уехал за границу, когда я была ещё маленькой. Я слышала, что против него возбуждено дело об убийстве. От этой новости мать заболела. И перед смертью она сказала, я чувствую, что мои дни сочтены. Пообещай, что ты воспитаешь её. Я обещаю, что сделаю это. Я обещаю, что сделаю это. Не беспокойся. Спасибо тебе, сестра. Этот крест подарил мне на свадьбу Джозеф. Пусть Рози носит его после моей смерти. А на этой фотографии я и Джозеф в деревне. Я сохранила эту фотографию, чтобы узнать отца. Если он вдруг вернётся. А как его зовут? Джозеф Де Суза. Джозеф Де Суза. У тётушки Трипоти тоже была такая трубка. Мы устроили западню, чтобы поймать банду, стоящую за фальшивыми купюрами. Да? Да. Но мы поймали лишь девушку. Она навела нас на свою тётю, у которой были связи с преступниками. Но они убили её до того, как приехала полиция. Эти негодяи ни в грош не ставят человеческую жизнь. В доме у тётушки была найдена фотография семьи девушки. Посмотрев на фотографию, наш офицер заметил сходство её отца с вами. Понятно. Очень интересно. Это фотография её отца. А это вы. Таракан, это наша вторая годовая фигура. Это моя община свадьбы. Фотография должна быть очень хорошей. Готовы? Джозеф, иди сюда. Что случилось? Полиция догадалась, что это ты убил таможенника. Они идут, чтобы арестовать тебя. Что? Я правду говорю? Нужно бежать. Что с вами, господин Трипоти? Почему вы плачете? Воспоминания заставляют меня плакать. Шушел, сынок. Ты прав. И вы правы, господин комиссар. Как же мы можем быть одновременно правы? Вы правы, так как это та же трубка, и лицо похоже. А господин комиссар прав, потому что на фото мой брат-близнец. Вишну Прасад Трипоти. Дядя, это фото не Вишну Прасада Трипоти, а убийцы Джозефа. Вишну стал Джозефом, когда женился на христианке. Еще в детстве он встал на плохой путь. Отец выгнал его из дома, услышав о его подвигах. Из газет мы потом узнали, что он убил таможенного чиновника и сбежал. Каков бы он ни был, но он мой брат. Я пытался его найти, я скучал по нему, но так и не нашел. А в этом году он прислал мне как подарок вот эту трубку. С тех пор она для меня дороже жизни. Я не расстаюсь с ней никогда. К сожалению, его жена умерла. Да. А вот его дочь жива и поймана. Вы не хотите с ней встретиться? Последняя память о моем брате. Почему же нет? Где она? Сушма, пожалуйста, войди. Подойди, пожалуйста. Вот, познакомься, брат-близнец твоего отца, господин Трипоти. Дядя! Девочка моя. Как вы сказали, ее зовут? Сушма. Сушма, девочка. Они показывали фотографию Джозефа. Я тут же придумал историю про двух близнецов. И забрал девочку, как племянницу. Девочка очень умная. Даже не смотри на нее. За ней следит полиция. А сын комиссара положил глаз на нее, как и на меня. Через нее он хочет узнать мои секреты. Кажется, снова этот сумасшедший не дает покоя. Кто это? Твой слуга. Да. Тогда скажи мне точно, чего ты хочешь? Твоей милости. Зачем? Ты очень красива. Спасибо. Если это так, почему бы нам не встретиться? Куда я должен прийти? Только не домой. А куда же? Какое-нибудь романтичное место. То есть? То есть на обзорную площадку национального парка в половине пятого вечера. Вот это да. Обязательно приду. Я жду с нетерпением. Пока. Я знал, что ты придешь. Моя искренняя любовь сблизила нас. Так это вы с утра до вечера названивали мне по телефону. Я не хочу хвастаться, но я искренне тебя люблю. Почему бы тебе слегка не полюбить меня? Я для этого и пришла. Улыбнись. Пожалуйста, не так сильно. Потише. 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 Спасите меня. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Из-за тебя я просидел весь день в офисе И я даже не знаю, где ты был Всему свое время Она красивая? Любовные делишки? Сначала скажи, чей это голос? Это аромат молодой девушки Субтитры сделал DimaTorzok Так что не спрашивайся, так что не спрашивай меня Дима Торзок 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 Нет, у Гитты светлая кожа, у этой темная и голос другой Послушай, тебя обманывают Нет, нет, Дунбай не может нас обмануть Пойдем Дима Торзок Зачем ты пришла сюда, Сундерибай? Чтобы сделать то, что ты сделал в нашем доме, вор Господин Сурдас Ты думала, что добраться до этой комнаты будет так просто? Дунбай мне уже рассказала Ты думала, что можешь купить ее честность Всего за две тысячи рупий? Слова честности, произнесенные вором, не внушают доверия По сравнению с твоим дядей, контрабандистом, я честен Чтобы скрыть свое преступление, ты хочешь запятнать честь таких достойных людей, как мой дядя? Он недостойный человек Он стервятник, тормозящий рост благополучия народа А я лишь своими руками очищаю общество от этих контрабандистов Ты лыжешь Тебе нужны доказательства Смотри Я не граблю народ Я ворую лишь у таких бандитов, как Тарамдас И я не оставляю себе награбленное Я раздаю его бедным Пойди посмотри на глазную больницу имени Чанды На народную школу и народный колледж Где детям дают бесплатное образование, где их кормят, где их одевают Это все сделал ты? Я не делаю ничего особенного Я просто возвращаю награбленное бандитами народу Я сам из честной семьи Во мне течет честная кровь Но такие воры, как твой дядя, изменили мою жизнь Когда мне было десять Меня бросили гнить в тюрьму за контрабанду Которую я не совершал Когда я вышел из нее, я пытался найти сестру, брата, родителей Но все было безуспешно Я хотел стать частью общества Но оно меня не приняло После этого я поклялся, что стану небесной карой для всех контрабандистов Чтобы они больше никому не испортили жизнь, как мне Параллельно я искал того, кто заставил меня ступить на этот путь Я и нашел? Пока нет Но я буду искать его Пока я не отомщу за то, что он разрушил мою жизнь Мне не будет покоя Я могу стать твоим соратником в этой борьбе И не только в этой борьбе Но и в жизни Гита, ты говоришь, твой дядя посещает казино А может, это казино, притон, контрабандистов, а его хозяин Трипотя один из главарей Контрабандистов Да Возможно Дядя часто ходит туда Значит, нужно пристально следить за казино У меня созрел план Да, у меня есть план Что случилось? Ты звал меня? Бола сказал, что ты меня вспоминал Я позвал, потому что Гите нужно срочно позвонить Позвонить из Дели? Находясь в то же время в Мумбаи Да что там Дели? Мы звонили твоему дяде из Лондона, Нью-Йорка и даже Иерусалима Называй номер Что там случилось? Господин Дорандес? Да Для вас междугородний звонок из Дели Пожалуйста, оставайтесь на линии Дядя Кто это? Кто это? Это Гита Гита Как дела? Все хорошо Здесь очень жарко Поэтому я еду на месяц с друзьями в Кашмир У тебя есть? Де, де, де Деньги? Есть Удачно отдохнуть Ну и каков же план с казино? Нам придется туда пойти Проходите, господин Кунвар Чем могу помочь? У меня есть бриллиантовое ожерелье, которое я хочу вам показать, чтобы вы... Чтобы я оценил реальную стоимость Да, здравствуйте Настоящий бриллиант Они все настоящие Я не об ожерелье, я о ней Она похожа на твою племянницу Мне тоже так показалось Но она уехала в Кашмир Еще сегодня утром Она звонила мне Но у нее такая же фигура И такое же лицо Очень похоже Бросьте сомнения У всех есть свои двойники И у вас наверняка есть двойник где-нибудь в Африке Мне кажется, что я ее где-то видел Простите? Синьорито Софи Дель Каза Помните июнь? Лидо? Да-да, как я могла забыть такого мачо? Сет, ампосибле Вы не хотите познакомиться с моими друзьями? Грасяс Господин Трипати, хозяин казино Господин Дада Синг и господин Сет Дарамдас Вот Здравствуйте, господа А это? Это Софи Дель Каза, известная танцовщица и певица Очень приятно познакомиться Никаких рукопожатий, вы можете ее заразить А кто это? Сарио де Марио и Санта Круз Секретарь в третьем поколении Мой дедушка был секретарь у ее бабушки Мой отец был секретарь у ее мамы Я ее секретарь Вот так А где вы с ней познакомились? На Лидо в Париже Я встретил ее на Лидо Лидо? Да, очень хорошая испанская танцовщица Вы знаете несколько языков? Вы неплохо говорите на хинди Чуть-чуть А я очень радоваться вашему знакомству Просят господина де Марио Вас Меня? Меня? Прошу прощения Алло? Слушаю Менеджер Капур? Капур? Нет Нет и точка Когда вы прибыли в Индию? Только вчера Я буду изучать музыку и танцы А потом мы поедем в Сингапур, Токио, Гонолулу Гона... Лулу Господин Трипати Ваше заведение очень красиво Я читала о нем в журнале И решила приехать посмотреть У вас прекрасная сцена Я просто жажду на ней потанцевать Вы не возражаете? Синьорита, что вы говорите? Почему вы вмешиваетесь в мои дела? Извините, извините Ну? Мы будем счастливы, если вы выступите перед нами И сможем наслаждаться вашим искусством Господин Трипати решено Почему вы все о делах и делах? Давайте о развлечениях Приходите завтра ко мне, вечером Хорошо Вот моя визитка До свидания Мадам София Небольшая просьба Не ходите в гости к этому человеку Почему? Он хороший человек О, нет Он маньяк Не верю Not possible О, жестокий! Зачем ты говоришь это? Это мой долг А что насчет моего предложения? Я согласна Продолжение следует... Ну? КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Синьорита, вы танцевали потрясающе. Позвольте поцеловать вашу руку. Дима Торзок Ты с милостью велся надо мной и дал мне увидеть моих детей. Дима Торзок Вижу, господин. Дима Торзок Дима Торзок Брат, дай еще один плед. Больше не осталось. Значит, для дочери не осталось пледа? Ничего страшного. Господин! Возьми вот это, девочка. Что это, господин? Покажи мать доктору. Стой, 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 стой! Ты хочешь упасть в колодец? Не видишь, что ли? Я не вижу, господин, я слепа. Зачем же ты ночью пришла сюда одна? Моя мать больна. Она лежит без сознания. У нее жар. Она просит пить. Какой-то старик привел меня сюда. Давай, я отведу тебя обратно. Мать, возьмите воды. Пойдемте. Пойдемте ко мне. Мы не хотим осложнять жизнь других. Нашими проблемами. Не говорите так. У вас жар. Пойдемте ко мне домой. Вы поправитесь. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Сынок, я тебя часто здесь вижу. Ты кого-то ищешь? Праздничная ночь, а у тебя в глазах слезы. Что случилось? Кто ты? Моя печальная история началась именно в этот день. Я жил в этом доме с родителями, с сестрой и братом. Ты здесь жил? Да. Я сын Ганшама. Ты сын Ганшама? Он был чудесным человеком. Те люди его обманули, подставили его. Что? Я не понял, кто его подставил. Кто? Скажи мне. Кто его подставил? Рагу. Рагу подменил карты во время покера. Твой отец не ошибся. Ошибся Шер Синг, когда стал оскорблять твою мать. Но главарем был Рагу. Если бы он не подменил карты, ничего бы не случилось. А где сейчас Рагу? Кто из вас Рагу? Я спрашиваю, кто из вас Рагу? Тот, кто там неуважительно обращается к Рагунатху Синху, сейчас лишится языка. Это мы еще посмотрим, кто чего лишится. Я пришел поговорить открыто. 20 лет назад на праздник Дивали, ты, подменив карты, подставил под удар Ганшама. Говори, кто придумал этот план. Могу я спросить, что за шавка пришла напоминать мне о прошлом? Это не ответ на мой вопрос. Я еще раз спрошу. Кто стоит за этим преступлением? Кто стоит за этим преступлением? Вот тебе ответ. ВЫСТРЕЛЫ КОМ-ТОР Говори! Говори! Кто стоит за этим преступлением? Зачем подменил карты? Говори, а то убью! Я все скажу! Поменять карты меня попросил за пять тысяч рупий Шамбу! Он попросил! У дядя Шамбу? Но зачем? Я не знаю! Весь план знает лишь Шамбу! Мама, почему ты не говоришь? Скажи что-нибудь! Я не знаю, что мне делать! Мурли тоже нет дома! Есть здесь кто-нибудь? Какая красавица! Что у вас? Моя мама сильно заболела! Покажите, где живет врач? Стой там! Мы спустимся! Мы отведем тебя к доктору! Это дверь доктора! Дверь доктора Завката! Что вы делаете? Оставьте меня! Маленькая девочка шла по дороге! Помогите! Спасите меня! Прошу вас! Жальтесь надо мной! Отпустите! Помогите! А ну-ка! Иди сюда! Не волнуйся, сестра! Пусть только попробуют к тебе прикоснуться! Эх ты мой бог! Да, это он меня прислал! Эх! 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 Не волнуйся, сестра. Все негодяи убежали. Надень. Спасибо. Это был мой долг. Но зачем ты пошла куда-то ночью в дождь? Моя мать сильно больна. Я оставалась одна в доме. Я искала, кто покажет, где живет доктор. Мне нужна была помощь. Пойдем ко мне в дом. Я приведу врача к твоей матери. Пойдем. Мама? Мама? Господин, почему она не отвечает? Что с ней? Господин, что с моей матерью? Как тебя зовут? Чанда. Чанда. Безумный. Если еще раз услышу что-то подобное, накажу. Ты хочешь, чтобы твой отец стал вором? Этому я вас учила. Запомните, если кто-нибудь из вас украдет или возьмет чужое, я наложу на себя руки. Если мать узнает, что я вор, то она покончит с собой, не будет принимать лекарства и даже пить воду из этого дома. Она умрет. Нужно скрывать от сестры и мамы, что я рави. Смогу ли я служить им, как чужой? Смогу ли я вернуть им скромные радости жизни? Что мне делать? Смогу ли я держать это в секрете? Смогу ли я помочь им? Что здесь делает господин Кунвар? Я достану лекарство из любой части света. Только спасите ее. Господин Кунвар, она не в таком тяжелом положении. Если нет, то почему она без сознания? Мы сделаем укол, она придет в сознание, и мы узнаем о болезни. Жена Ганшама. Что это за спектакль? Беспокоиться не о чем. Бог наказывает меня с рождения. Он лишил меня мужа. Он забрал моих детей. И лишил радости быть матерью. Вместо того, чтобы вести такую жизнь, лучше бы мы обе умерли. Лучше бы умерли. Мама! Как я несчастен. Даже не могу назвать мать матерью. Я не могу ее обнять и сказать, что я ее сын Рави. Кунвар сын Ганшама. Если Ганшам его увидит, он уйдет от меня. Ни за что нельзя им дать встретиться. Ни за что. Нельзя этого позволить. Это Кунвар. Что? Спасибо, доктор. Большое спасибо. Спасибо. Мама, окулист сказал, что Чанда сможет увидеть этот мир. Чанда, сестренка, в твоей жизни больше не будет мрака. Ты слышишь это? Мурли. Бола, ты снял трубку? Вот, возьми. Возьми все. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Моя Чанда увидит свет. Чанда. Почему ты загрустила, услышав эту радостную весть? Нет. Я просто вспомнила моего старшего брата. Он говорил, что он вырастет, станет доктором и вылечит глаза своей сестре. И тогда Чанда увидит все. Сестра, с сегодняшнего дня считай, что я твой старший брат. Ты для нее больше, чем брат. Ты сделал гораздо больше. Мама, она была моей сестрой во многих предыдущих жизнях. Сегодня я должен отвезти Чанду в больницу, и тогда Чанда увидит этот мир. Брат Кунвар, больше, чем мир, я хочу увидеть тебя. Здравствуйте, дядя. Как дела? Дядя, могу я пригласить Сушму на свидание? Конечно, сынок, идите. Если я скажу нет, вы сделаете это тайком, идите. Спасибо, дядя. Спасибо. Спасибо. Сын комиссара хочет добраться до меня через мою племянницу. Скоро придется завершить историю с Джозефом. Друзья, благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в мой дом. Но больше всего я благодарен господину комиссару, который вернул мне мою племянницу после многих лет разлуки. Дочка, поздоровайся. Лишь Бог знает, как я сегодня счастлив. И я бы хотел, чтобы вы все разделили мою радость. Поэтому я приготовил для вас музыкальную программу. Она называется «Богатство или любовь?» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok 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 Дима Торzok